Ну это еще трещина здесь маленькая, здесь вообще по потолку пришлось потолок натянуть, потому что гуляет ветер, вот дует, ну потрогайте сами, вот трещина. И вот здесь пустая вот, вот она вся пустая, ее если копни, она там еще трещина, то есть вся стена в трещинах, вот, вот тоже отстает, потом вот тоже трещина. Стекло треснуто из-за того, что дом? Да, трещит, ну. А, то есть даже парами пошло? Ну. Еще видите, еще много обоями заклеено, еще обои, дети, трещины. Я не говорю, смотрите, они следят за? Ладно, ладно. Ну мы, конечно, следим, потому что нам здесь ошли, нам жизнь, конечно, а оно как дует, вон все с улицы, и все по потолку, мы зимой одетыми ходим, я носки вообще не снимаю, потому что холодно. Холодно. Вот это вот плита, а это по самой плите уже идет, по середке, ну, в стороне получается, и вот я не видела, а тут вот на днях посмотрела, трещина. А у вас стекла потрескались из-за того, что трещины, да, в доме? Ну, конечно, идут, все лопается, все, ну, слышите, что-то ночью, вот зимой, это, все трещит. Дождь, вот, сырость, а зимой трещит, аж ночью, все трещит, весь дом трещит зимой. Все 117 квартир в этом доме опасны. Конечно, когда мы приходим в этот дом, каждый раз впечатление, ну, опасности в каждом подъезде и во многих квартирах. Нам нужно определить 35 квартир, которые подлежат переселению в текущем году. Главой города задача поставлена. Сегодня мы прошли несколько квартир, но до конца дня специалист наш будет еще обходить квартиры. Мы определяем, кого переселить в первую очередь. Это категория граждан, которые проживают, это инвалиды прежде всего, далее, это граждане, у кого есть малолетние дети, ну, и, конечно, квартиры, где трещины. Ну, вместе с тем проводится работа по каждой квартире, определяется, есть ли у людей другое жилье, есть ли квартира с трещиной, а они проживают в другом жилье, конечно, эту квартиру в первоочередном порядке мы не рассматриваем.